Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Александр и сегодня я вам расскажу о самом недорогом входном билете в категории 2.3 в компанию Britex Römer Это кресло, которое называется Discovery Plus Это самое, скажем так, вот есть у Römer линейка Kitfix, i-size, M-i-size, ну и тому подобное И сейчас, чтобы дать, скажем так, в эти тяжелые кризисные времена людям возможность ездить на хорошем, очень хорошем немецком кресле Römer решили выпустить такую самую облегченную версию, которая вот Discovery Plus и называется Она сейчас начинает всю линейку Kitfix, с нее идет начало и потом все остальные Но на самом деле, друзья, здесь в чем суть? Это кресло, по большому счету, особо-то не сильно и уступает их старшим, скажем так, собратьям в линейке кресел Оно построено на этой же платформе и из-за этого имеет стандарт i-size, оно безопасно Если вот стандарт i-size, вот заморочите, почитайте, это самый высокий сейчас по требованию перевозки безопасных детей в автомобиле И если кресло имеет i-size, то ребенка можно доверять креслу и не париться по безопасности Дальше уже все в деталях, усиленная боковая защита, с накладками на ремнями и тому подобное Это вот такая база за относительно недорого в рамках компании Römer Потому что Römer это такой сегмент уже топовый, поэтому за копейки такие кресла не продаются, к сожалению Это кресло категории 2-3, с метра до 150 сантиметров, где-то с 3,5 лет до 12 В 12 вряд ли, конечно, ребенка можно посадить в кресло, он уже большой, там все дела и не захочет Но подразумевается, вот в этих вот рамках это кресло можно использовать Очень, друзья, по безопасности вопрос закрыли Давайте посмотрим на само кресло Это кресло, вот как они обновили линейку Römer в этом году, кресло стало на самом деле очень удобным Раньше в предыдущих версиях были коротковатые сидушки Они с каждым годом усовершенствуют посадку И сейчас посадка в кресле очень хорошая, очень длинная сидушка, очень широкая Оно стало действительно по-настоящему приятным и мягким Ткани, кстати, что в старших моделях, что в этой, здесь тоже отличные ткани Что используется и в других, здесь они ничего не урезали Поэтому, друзья, вот по комфорту посадки Это как было одно из лучших кресел, как вот старшие модели, так оно и осталось В этом плане ничего, друзья, не поменялось, поэтому все хорошо Смотрите, что касается наклона, здесь вот таким образом все реализовано Это не сломано, как многие говорят, что это болтается, это у вас китайские, да? Нет, друзья, в 2-3 категории имеется свободный ход спинки, так называемый Благодаря ему мы можем немножко наклонить сидение, чтобы оно облокотилось И ребенок нормально мог с комфортом тут находиться Кстати, смотрите, сразу покажу, регулировочка у нас подголовника реализована вот здесь вот с помощью кнопочки Вот, чтобы к этому не возвращаться В общем, по комфорту, по посадке отлично Можем и наклонить тоже Давайте сразу покажу, как пристегнуть ребеночка сюда Это уже 2-3 категории, она взрослым ремнем пристегивается, автомобильным Поэтому проводим ремешочек Застегиваем И, собственно, вот так вот у нас выглядит пристегнутый в автомобиле ребенок в кресле Смотрите, по высоте подголовник Недавно кто-то меня в комментарии исправлял Ну, почитайте инструкцию Я всегда говорю, что правильное положение подголовника Это не больше двух пальцев Соответственно, от плеча ребенка до подголовника Человек мне говорил, что там сантиметр Все понятно, что в инструкции может быть написано Но есть еще нюанс, что сам направляющий для изофикса Для ремня Он у нас расположен чуть ниже подголовника И по этой причине, если дать сантиметр То будет немножечко неправильно Поэтому мы смотрим просто По-простому вам объясню Посадили ребенка, пристегнули И смотрят, чтобы ремень шел вот здесь по плечу И шел по груди дальше Если он будет выше, при ДТП ребенок Ремень окажется на горле Это очень опасно Поэтому я говорю про два пальца Это по-простому, быстро померили и все Главное, не меньше одного, не больше двух Вот в этом диапазоне будет правильно расположен ремень Вот поэтому я это сейчас уточняю В общем, как пристегивать ребеночек Мы с вами разобрались Подголовники есть направляющие С фиксатором, чтобы ремень шелк случайно не выскочил Вытаскиваем И, собственно, умираем Смотрите, что касается крепления самого кресла И это еще одно из отличий со старшими моделями Изофикс тут, он неплохой С ним все хорошо, металлический, жесткий, все классно Но, друзья, он у нас просто выезжающий ровно из платформы В старших моделях он выезжает и еще наклоняется Автомобили разные, под разным углом находится Изофикс И там можно как-то подвинуть, напустить, наклонить Здесь же ровно и именно сама установка Процесс немножко такой затруднительный получается Тяжелее попасть В остальном же, друзья, хороший жесткий Изофикс В большинстве кресел он вот такой системы и используется Поэтому все хорошо Так, по креплению кресла разобрались Посмотрели, как пристегивается По тканям, хочу еще сказать По уходу, друзья Чтобы у вас не было проблем при стирке Вот вы постирали и стирайте Главное в температуре желательно до 30 градусов В такой тепленькой воде И лучше вручную постирайте Чтобы оно потом не село Если оно сядет, натерял сядет, чехол сядет Вы потом уже его не оденете Поэтому вот немножечко Этот момент держите в голове Собственно и все А вот так проблем больше никаких нет Ткань практичная, износостойкая Вот такую ткань Через 5 лет, вот если нормально его ухаживать за креслом Оно выглядит как новое Эти кресла, они не ушатываются Товарный вид долго держит В принципе, все, что я хотел рассказать, друзья Я вам рассказал Поэтому ссылочка внизу в описании Напоминаю, есть на мир автокресел На Discovery Plus И это действительно самый недорогой входной билет 2-3 категории в Ремер Это кресло на базе старших моделей основано И безопасность, в принципе, не сильно уступает Но ощутимо дешевле, друзья По посадке все отлично Немецкое кресло Кто очень это любит Почему бы не рассмотреть его к покупке Если вы любите хорошие, качественные бренды покупать Цена-качество здесь просто шикарная Поэтому, друзья, если обзор понравился Ставьте свой царский лайк Подписывайтесь на канал И если у вас какие-то вопросы есть, комментарии Пишите, с удовольствием на это отвечу А вам хочу пожелать сделать хороший, грамотный выбор кресла для вашего ребенка И удачи на дорогах Пока!